Если не мы, то кто? Задумались жители Байдарской долины о будущем своих сел, улиц, домов, семей. И методом мозгового штурма определили основные, самые главные направления работы. Общественный совет экспромтом написал плакаты, развесил их в зале Дворца культуры и досуга и пригласил представителей и руководителя общественного экспертного совета при губернаторе Севастополя. Вполне предсказуемы были темы первых докладов о состоянии водоснабжения, о газификации, о повышении лимитов на электроэнергию, о строительстве спорткомплекса в Орлином, о ремонте Дворца культуры, о школе. И каждый краткий, емкий и яркий доклад сопровождался конкретными предложениями по решению проблемы. Каждая тема внимательно выслушана, обсуждена, взята на карандаш. По итогам конструктивной встречи будут подготовлены доклады для губернатора. А наша съемочная группа выкроила время для посещения объектов водоснабжения и водоотведения. Пять скважин, которые в советские времена снабжали форос водой, сегодня используются крайне неэффективно. Их дебет 4000 кубометров в сутки. Посел Огарского типа форос переключился на магистраль Ялтинского водоканала и этой водой не пользуются. Санатории даже в полной загрузке потребляют 400 кубических метров. Сейчас там пусто, никого нет. Высвобожденной воды хватило бы, чтобы напоить село Байдарской долины, получающее сегодня воду по два часа в день. Пока эта вода с глубины в 600 метров высокого качества изливается на рельеф местности и поит бродячий козья стада. И вот такие проблемы, которые не требуют очень больших затрат, их можно решить малыми средствами и даже самими участниками, общественниками села Кизырговая. То есть вот видите, проблема, да, село без воды, оно течет туда уже лет 7. Также подключить по электроэнергии сегодня такое дело, да, товарищи, вообще на самом деле 100 тысяч рублей, проблема, что в селе было бы электричество. Но там надо волевое решение. Вот именно волевое, но сейчас у нас тот момент, когда можно эти вопросы решать. А это можно очень быстро сделать, если действительно прокуратура немножко пошевелится. А мы как общественники поможем им это сделать. В Англию, в Санглии, на Кипр. То есть вода, вот она, а по карте земля продана под застройку частных коттеджей. И документы есть, все, что, ну все, она уже на Кипре, эта земля. Вода людей, поливочная вода, они сейчас поливают, но когда-то приедет в Кипр какой-то миллионер. Хозяин. Скажет, так, это моя земля, и вы начнете строить коттеджи. Вот такие чудеса здесь повсюду, очень интересные. Также, как касается, больной вопрос, ребята, татарское кладбище, очень больной вопрос. Значит, вот здесь на выезде есть татарское кладбище, и вы знаете, что оно уже продано? Во время Иннокуницына продана земля под застройку частных коттеджей. Кладбище продано? Да, только когда продавали, где-то в Луганске это делали, операцию по продаже земли. Распоевали и по продаже. А на самом деле здесь кладбище, татарское кладбище. Мы будем эти все вопросы не валовывать, хоть понемножку, пошагово, но решать. Потому что здесь житель Байдарской долины, он точно такой же житель, как улица Большая Морская, как улица Лена Севастопольцы. Требуется волевое решение и незначительная сумма денег, чтобы вода вернулась на службу человеку. Продолжение следует...